welcome welcome дорогие друзья и у меня очередное видео для вас это неожиданное видео потому что в игре под названием league of legends wild rift вышел новый персонаж но для нас он всех старый трейлер чемпиона варвика и кто-то скажет ведь там они постоянно выпускают новых персонажей постоянно трейлер выпускает отчеты сидел и ничего не делал все это время ну во-первых у тех чемпионов трейлеры были сделаны на движке игры и это было неинтересно смотреть во вторых зачастую персонажи не имели никакого лор составляющего было просто показано как дариус кидается топорами ну типа такого здесь же видео я уже его смотрел сейчас мы просто его посмотрим с вами вместе посвящено чемпиону варвику который является по сути продолжением видео которое сами жирает и выкладывали когда варвику сделали реворк и это интересно давайте глянем отчета подопытном 1 0 8 8 превращение почти завершено результаты эксперимента и ввергает ужас и 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. В русской версии я не могу это утверждать со стопроцентной вероятностью. В русской версии неизвестно. Надо будет проверять. Кто уже проверил, тот проверил. В английской же версии озвучкой его текста занимается тот же человек, кто является озвучкой персонажа Синджета. Вот так вот, ребята. Синджет зачитывает нам это все. И если мы играем Лигу Легенд и знаем английский язык, хорошо, и играем на английском, мы, в общем, услышали голос Синджета. Здесь мы услышали непонятно что. Надо проверять. Может быть, Синджет, кстати, в русской версии так же звучит. Я просто не играю за Синджет вообще. А в русской версии тем более. Ну и получается, Синджет зачитывает нам про то, что есть эксперимент про Варвика. Нам здесь как раз показывают его пассивку, сбега, прыжки. Все это есть. И дальше мы подходим к очень интересной сцене, которая просто наполнена невероятным... Потише, что делаю? Невероятным количеством пасхалок. Невероятное количество пасхалок заключается в том, что у нас банда из Зауна напала на девочку с синими волосами и фиолетовыми, как видите, пятнышками. Видите вот это все, ребят? А еще у нее челочка очень-очень-очень похожая и коса на кое-что. Правда, конечно же, она сильно отличается. Этот кадр так вообще был шедевральный. Варвика не видно, а он там сидит. А он здесь сидит. Это вообще... Правда, непонятно, зачем он спрятался. Кадр-то красивый, но с точки зрения логики вообще непонятно, зачем Варвик спрятался, когда он сильнее их. Короче, что происходит? Нам показывают, как Варвик нападает на эту банду, убивая их всех. Классными моментами. Убивая их всех, кроме девочки, на которую он обратил внимание. И он ее решил не убивать. Я думаю, если вы мало играете в Лигу Легенд и просто знаете немножко синематики, которую райты выкладывают, и еще что-то... Многие из вас могли бы даже сказать, что, слушай, а почему здесь Джинкс находится? И ведь это правда. Этого персонажа специально нарисовали таким образом, чтобы она была максимально похожа силуэтами, вот этими ареалами, вот этими точками, метками на Джинкс. Вот тебе ее темно-синие волосы, вот тебе коса у него сзади, вот тебе маленькая челочка, невысокий рост, телосложение тоже без груди, как говорится. Все похоже и немножко еще фиолетового оттенков, которые есть. Все, тогда у него внешность, конечно же, сильно отличается от самой Джинкс, если прям будем присматриваться. Но идея в этом заключается. А зачем же это было сделано? Затем, чтобы переписать лор. Лоре было написано. Как оказалось, вся эта фраза, вот вся вот эта фраза, которая зачитывалась сейчас Синджитом, это фраза из лора Лиги Легенд от Синджита, которая называлась Engineering the Nightmare, то есть разработка кошмара. И я вам английскую сейчас вверху показываю, но не имеет значения. Суть в том, что здесь раньше была фраза, которая приводила к тому, что он убивал всех подряд. А теперь там добавилась фраза, в которой Синджит говорит, что но все же в нем осталось что-то человеческое. А раньше было, что в нем не осталось ничего человеческого. Зачем же они это сделали, спросите вы? А затем, что Варвик не был придуман как персонаж из фильма, слэш-сериала Arkane. А это, ребят, кто не в курсе, тот самый Вандер, который является приемным отцом Джинкс и Вай. Именно он. А вот этот кадр, где Синджит разрабатывает Варвика, это было много лет назад еще нарисовано. И все знали, что Синджит его разрабатывает. А уже в самом Arkane, кто не помнит, в самом конце, ну кто не помнит сериал, можете посмотреть в первом сезоне, в последней серии, девятая, по-моему, там была серия. Есть такой кадр, где висит что-то похожее уже на Варвика наполовину, но при этом еще человек. И Синджит на это смотрит. А после того, как Синджит на это посмотрел, он посмотрел еще и на свою руку, в которой у него лежит кулончик, в котором лежит фотография. Фотография, очень похожая на персонажа Ариану, который лор тоже переписали, кто не в курсе. А я об этом узнал, кстати, совсем недавно, как раз-таки на конкурсе Киры, своя игра. И он сказал, что там больше нет в лоре того, что у Арианы был отец, который хотел, чтобы она была этой, как она называется, балериной, но она начала умирать от какой-то болезни. И отец начал заменять ей части тела, чтобы она выжила, но части тела не получалось никак заменять. То есть она заменяет, а другая часть тела начинает отмирать, он ее заменяет, заменяет, заменяет. Пока в конечном итоге не осталось ничего, кроме сердца. И это сердце было в шарике Арианы. И вот это вот было первоначально лор Арианы. Нынешний лор Арианы вообще ничего об этом не говорит нам. И Ариана как будто сама себя теперь собрала. И вот это уже становится интересно, потому что лор втихаря райты переписали. Отца у нее они поменяли. И отец, вполне вероятно, будет Синджит. Синджит из как раз-таки истории Аркейн. И этот же Синджит наверняка получил задание от главного бандюгана, перед тем, как его убили, перед тем, как его Джинкс убило. От главного бандюгана восстановить своего брата. Ведь Вандер, который приемный отец Джинкс Ивай, это его брат. По-моему, не двоюродный, а кровный. И он попросил его восстановить. Ну и, соответственно, мы тогда возвращаемся вот к этой всей истории, что вот он Синджит его восстанавливает. Восстанавливает таким образом, какой есть. Правда, здесь он уже в маске сидит. И, соответственно, мы уже упустили часть истории, где Синджит потерял часть лица. В общем, такая вот у нас получается история. А зачем я вообще про это решил вам рассказать? Ну, два в одном или даже три в одном. У меня все еще были оставлены ссылки по Аркейну. Я все еще не рассказал вам по Аркейну, что Синджит будет во втором сезоне. Это уже официально, это уже объявлено. Что Варвик будет во втором сезоне. Но это было объявлено при помощи тизера еще давным-давно. В январе месяце, когда выходил Аркейн. Тогда они при помощи тизера это даже еще показали. И, соответственно, история будет продолжать историю, которую они начали. И вот что там будет, хрен поймешь. Потому что у нас, казалось бы, для Лиги Легенд закончена история. И Джинкс, и Вай. Никаких воин добавочных у них быть не может. И я был уверен, что второй сезон, он нам просто параллельную какую-то историю расскажет. С небольшими пасхалками на первый сезон. То есть нам параллельно расскажут про войну Фрейлорда, трех сестер. Про, не знаю, Ноксус с Демасией сражения. Или про Сумрачные острова. Или вообще про Шуриму. Ну, что-то из другого региона. А они собираются продолжать эту же историю. Только ее расширяя и добавляя туда персонажей. Из известных это Блицкранг, это Эко, это Синджит, это Варвик. И теперь мы знаем, что Синджит и Варвик, оказывается, все время там и были. Но, правда, Синджитом надо быть совсем дебилом, чтобы не понять, что он там был. С Варвиком многие все еще не верят. И даже вот после всего этого, и даже вот после, наверное... Ой, не то показываю, ребят. Ой, не то, погодите, где у меня это видео? Зато все увидели, что я гудка смотрю. Такой позор. Все знают, что я смотрю гудка в перерыве. Ну что, ну, 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 смотрю гудка и все. И что? И что ты мне сделаешь? Ничего. Ты поставишь мне лайк. За то, что я смотрю и других стримеров, чтобы учиться у них играть. Так вот, даже после этого видео многие до сих пор не поймут, что Варвик, про которого говорит Синджит, что в нем осталось еще что-то человеческое. Синджит что-то творил. Кого единственного можно было здесь восстанавливать, и в нем осталось что-то человеческое. Ну, либо это того, кого убила Джинкс, либо это, конечно же, сам Вандер. Ставим лайк, подписываемся на канал, чтобы ничего не пропускать. Как только будут какие-то еще больше тизеров по Аркейну, я обязательно к этой теме вернусь. Ну, и если у вас есть какие-нибудь интересные ролики по Wild Rift, потому что те ролики, которые я вот видел, там вот Provex, вот этот, ну, какая-то херня. Ролики из ТикТока, там, некоторые люди делают это интереснее. Так вот, если у вас что-то есть, обязательно скидывайте мне. А я это в обязательном порядке посмотрю. Если оно окажется интересным, то запишу на это видео. А так все. Всем пока, всем счастливо. Увидимся на следующем видеоролике. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok